Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за это время, которое Ты определил для нас, и это место. Мы просим Тебя, чтобы Ты пребывал среди нас Духом Твоим Святым, Отец, и научал нас Твоим путям. Мы тем, кого не хватает мудрости, Ты сказал в Своем Слове, чтобы мы просили у Тебя, и Ты обещал дать просто и без упреков. Мы просим Тебя о мудрости, принятия Твоего Слова Божия, чтобы оно было принято нами, растворено верой Божией и произвело в нашей жизни тот плод, который Ты предназначил ему произвести. Мы просим Тебя, чтобы Ты пребывал здесь, и имя Твое было прославлено на этом месте. Итак, вопросы по вчерашнему появились или нет? Что вы улыбаетесь? Что вы так странно улыбаетесь? Они либо появились, либо их нет? Все ясно? Счастливые люди! Итак, сегодняшняя тема будет в продолжении. Вчерашнее называется Слово Божье. Слово Божье. Интересная тема, я бы сказал, с моей точки зрения. Книжка такая, да? Есть у вас она, да? И это слово, которое называется Словом Божьим. Как водится, у нас она разделена на две части. В курсе, да? Одна часть, которая толще, а другая часть, которая потоньше. Так получилось. И в общем-то, мы относимся к верующим Нового Завета, и поэтому часть, которая потоньше, она главнее. Все это зависит. Ну, я знаю, что вы... Когда я просто спрашиваю, вы чувствуете уже, что что-то не все так хорошо. Отвечать уже не хочется, потому что зачем это надо? Кому нужны эти ответы? Да, так я не понимаю, она главнее или нет? Без прошлого нет будущего. Хорошее выражение. И если они равнозначны, я правильно понял, то вы одинаково изучаете и первую часть, и вторую. Первую дольше. Ну, она толще, на нее больше времени уходит. Ну, скажите, вы чтению той части, которая вот, ну, потолще, которая названа в синодальном переводе, да? Ветхий Завет. Вы той части уделете столько же времени, сколько и части, которая потоньше. Меньше, спасибо. Все остальные стесняются сказать. Должны одинаково? Я не знаю, что вы должны. А, ну, вы примерно одинаково, хорошо. Кто-то больше, кто-то меньше. Но так исторически сложилось, что вот последняя часть, на самом деле, она самая главная. Она открыла для нас дверь в вечность. Она открыла. То есть, когда пришли в нашу жизнь люди, которые проповедовали Евангелие, они использовали первую часть или вторую? Вторую. Кого не было? Еще раз. Когда люди пришли вам проповедовать Евангелие, я не про то, когда, ну, я про вас, или вы про Первую апостольскую церковь. Не, а послушайте, ну, мы же, мне хочется жить рядом с нормальными людьми, общаться рядом с нормальными людьми, которые, ну, понимают, что что-то происходило в их жизни. Вот пришел добрый человек, и мне что-то говорил. Я удивлялся. Вы знаете, для меня было полное удивление, почему я стал верующим. Вот ты стал верующим, ты удивился? Удивился? Ты в этом родился. Ну, как-то, это же дети верующих родителей. Ты наследовал веру своих родителей? Да. Извините, у них другая жизнь, чем у нас. Они родились уже в верующих семьях, где папа, мама были верующими, и, соответственно, они наследовали ту веру, которая была у них родительной. Никаких проблем. Но для меня, воинствующего атеиста, было удивительно вообще, как со мной это могло случиться. Как я мог вляпаться вообще в эту историю. Я не мог понимать. И я искренне молился. Я когда уже покаялся, я молился очень искренне. И я задавал вопрос. Вообще, как такое могло быть? Я спрошу у него. Бог мне напомнил несколько вещей. Он мне напомнил одного баптиста. Я так думаю, что он был баптист. Который пристал ко мне в лесу и что-то пытался объяснить. Я гулял в лесу с собакой, и он там тоже гулял. И он мне пытался что-то объяснить. Но мне было, мягко говоря, не очень интересно. Я в своей жизни был похож на Ягубкина. Мне рассказывали одну историю про Ягубкина. Это в свое время был такой боксер. И он когда вот решил уже в зрелом возрасте почитать графа Монте-Кристо, а он жил в одном номере с борцом. Он читал, потом вложил в закладочку вот такую, закрывал книжку и вложил на тумбочку. А добрый борец, когда Ягубкина не было, он брал и в закладочку опять перекладывал. Тот на следующий день приходил, открывал книжку и читал. В закладочку. Ну и она кочевала обратно. И так дня четыре. После чего Ягубкин книжечку взял так. А товарищ борец добрый, он спрашивает, что случилось? Говорит, задолбали, одну и ту же пишут. Вот я был таким же. Я же взял эту книжку, открыл ее на Евангелии от Матвея, прочитал немного. Ну, прочитаю следующее от Марка. Я почувствовал подвох. Я быстро перелистнул на Луки, а потом на Иоанна. Я думаю, вообще, какой нормальный человек, Боже, они же одно и то же пишут. Ну, я уже понял, что я все знаю. Я закрыл это дело и уже сделал все соответствующие выводы. Да. И когда ко мне мужик вот этот в лесу пристал, я уже был в курсе. От той книжки. Все же считают себя страшными специалистами. Вы же в курсе, да? Неверующие люди. Если спросите, читали ли они Библию, они скажут, «Все понятно?» Я говорю, «Да». И я сразу понимаю, что именно да. Мне до сих пор непонятно. Я 20 лет пытаюсь читать эту книгу, я ничего не понимаю. Ну, как бы отдаленно что-то понятно, но чем дальше читаешь, тем больше понятно, что ничего не понимаешь. А вот они, вот все они хорошо понимают. И я вот таким понятливым был, и я ушел. И я догадываюсь, что вот тот мужик, который пытался ко мне пристать, он за меня, знаете, шел? Молился. И мне бы хотелось встретиться, конечно, на этой земле, но я думаю, что в вечности мы встретимся, и я ему скажу спасибо. Ну, спасибо реально, потому что он молился за то, чтобы я вот такой, как я есть, пришел. И потом Бог мне напомнил еще один момент, когда я, в общем-то, ну, я был неверующим и не очень трезвым. И я ушел домой, и я поднял вот так вот. Знаете, что, как правило, на звезды смотрят только люди. Животные на них не смотрят. А вот поднял и говорю, слушай, если ты есть, докажи. Ну, нормальный вызов? Нормальный. А потом в церкви думаю, что я здесь делаю? Как вот это со мной случилось? И вы знаете, Бог отвечает даже на такие искренние обращения. И таким образом я стал верующим. И тогда у меня, мне пообещали подвести к одному хорошему человеку. Он говорит, он ответит на все вопросы. Ну, и после служения меня подвели, как обещали, к этому человеку. Это был не пастырь. Это был уникальный человек. Звали его Миша Гутин. Он в свое время был директором вагонного ресторана. Он был вот такой, очень общительный, веселый. Ну, классный мужик был. И вот он говорит, он тебе все объяснил. Говорит, на все вопросы у него есть ответы. И вот меня подвели к нему. Говорит, вот, спрашивайте. А он так на меня оценивающе посмотрел. А я же, ну, вопросов пока нету. А он посмотрел так и говорит, у тебя Новый Завет есть? А мне уже дали. Я говорю, есть. Он так посмотрел, говорю, читай, там все ответы. И все, на этом вопросы были исчерпаны. Равно, как и ответы. И я начал эту книжку читать. В общем-то, этим и занимаюсь до сегодняшнего дня. Итак, все, что мы узнали, на самом деле начиналось вот во второй части. Она начиналась с бытия. Она начиналась, в общем-то, с Евангелия. И нам пришли и говорили, Евангелие. И оно было написано для нас вот в той части, которая поменьше. Это понятно? И она для нас важна. Послушайте. Да, она не противоречит той части. Но она нам раскрывает исполнившееся из той части пророчество. И здесь все нормально. Проблема вот в чем. Что, глядя на эту книгу, мы иногда встречаем верующих, которые верят в двух боков. Одного бога того завета. Понятно, тот был злой. Страшный. Требовал жертв. Причем жертвы не шуточные. Кровавые были. Скотину резали жестко. А этот, ну, добрый. Он сам умер за нас, чтобы нас именно принять и нас простить. Вот этот как бы нормально. Ничего ему от нас не надо. Все, мы нормально. Он все сделал за нас. Говорит. Вот вам надо только одно – верить. И мы, собственно говоря, что сделали? Верим. Как это вообще непонятно. Мы тут гуляли по Одессе, и я задавал некоторые вопросы про веру. Были удивительные ответы. Ну, и сегодня поговорим немного про веру. Итак, мы взяли и сказали, ну, давайте, смелее. Что вы сказали? Верю. Ну, вот в той части, где называется модель каюсь, там были слова верю. То есть, нам нужно было принять что-то верой. Вот принять верой – это вообще уникальная штука. Мы поговорим об этом тоже. Итак, есть некоторые слова, которые нам сказали, и нам нужно было поверить в эти слова. И причем вера наша была такая. Я не могу сказать, что я сильно в это верю. Ну, скажем так, допускаю это. Или у вас была сразу такая вера, как скала. Нет? Нет? Ну, как бы. Так, предположим, что вот то, что они рассказали, это правда. Причем мне лично в эту правду было поверить очень тяжело. Не зная, как вы, но к своим 30 годам я успел такого уже начудить, что когда мне сказали, что меня кто-то будет прощать, я сказал, это вы просто не знаете, что я сделал. Вы не в курсе, что я успел натворить. Это простить, извините. Не, ну хорошо было бы, если бы. Но на самом деле, я понимаю, нереально. Прощение – это нечто неправильное. Или вы считаете, что прощение – это правильно? Я не понимаю, что с вами опять? Прощение правильно? Нелогично, странно. Но вот я понимаю, что если нелогично и странно, то неправильно. Послушайте, категория суда – это наказание, а не прощение. Категория прощения – это категория милости, которая превозносится над судом. Я разговаривал с неверующими людьми. Неверующие люди, они более охотно и быстрее соглашаются с тем, что прощение неправильное. И они хорошо понимают, что если их кто-то обидел, то желательно, чтобы этого гада наказал кто-то здесь прямо сейчас, и причем так, чтобы я сказал, ну, хватит уже, достаточно. Вот тогда можно спокойно прощать. Вот после этого, понятно, с легкой душой, когда его уже наказали, уже тогда хватит. Вот так хорошо, да? Никогда не было такого желания? Никогда. Не, ну, всегда не надо. Ну, короче, понятно, о чем идет речь. И я этим людям говорю, ну да, это, в общем-то, справедливо. И я в них спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы никогда не делали ничего такого, за что бы вам было неудобно? Делали, да? Тут есть тоже пару человек таких. И я говорю, ну, простите меня, пожалуйста, если вы делали такое, то вы же понимаете, что и вас тоже. Несправедливо отпускать. Вас же тоже тогда надо за... Мы так устроены, что нас надо прощать, а кого-то надо. Но, извините, если вы требуете наказания к кому-то, то, соответственно, и... Именно поэтому, в общем-то, молитва Господня говорит нам, прощайте. Ну, если не прощаете, то, извините, прости нам долги. И наши, как и мы прощаем, есть некая взаимосвязь. Итак, Слово Божье. И это провокация. Предупрежаю. У меня всегда хороший вопрос есть в запасе. Все ли может Бог? Да. Спасибо. Нет. Дальше будет весело, поверьте мне. Все ли может Бог? Да. Не знаю. Хорошо. Да. Хорошо. Ну, я не буду остальных спрашивать. Достаточно двух диаметрально противоположных ответов и одного нейтрального. Да. Так вот. Скажите, он может врать? Вы же сказали, что он все может. Оказывается, есть вещи, которые он ограничил своим словом. Он сказал в своем слове, каков он. И это, в принципе, наложило на него некоторые ограничения. Он сказал, у меня этих качеств нет. И если бы он не сказал этого в своем слове, мы бы об этом не знали. Это не значит, что он стал бы таковым, но мы бы об этом не знали. Поэтому, когда звучит слово, оно налагает некоторое ограничение. Это понятно? Вторая удивительная часть его слова, он им все сотворил. Ну, бытие 1.1. Открываем. И читаем. Что там написано? В начале сотворил Бог небо и землю. Ну, для начала вы понимаете, что это не было началом. Ну, когда мы читаем в начале, мы думаем, что это начало. Но, на самом деле, вы же понимаете, что это не было начало. А? Нет, это не конец был. Конец еще предстоит чуть-чуть позже. Опять. Начало сотворения земли. Судя по всему, духовный мир был создан до того, как. Ну, судя по всему. И когда мы говорим в начале, то нужно понимать, что идет речь о начале сотворения мира. Понятно, да? Земля же была бы звидной и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть, его словом устроено все. Важна эта часть? Важна. Я не знаю, обратили вы вчера внимание или нет, но мы старались придерживаться некой схемы. Мы смотрели сначала, что говорит Танах, а потом говорили о том, что написано в Брит-Хадаша или Новом Завете. Обратили вы внимание? Если обратили, то хорошо. Сегодня мы будем стараться, в общем-то, таким же образом в некоторых случаях поступать. Мы будем смотреть сначала, что говорится в Танахе, и потом мы будем просматривать, что же написано в Брит-Хадаша. Кстати, все знают, что такое Танах? За себя можно отвечать, за всех не стоит. Кто-то не знает? Не, не стесняйтесь. Все знают, да? На всякий случай. На всякий случай, хорошо. Слушайте, правда заключается в том, что даже когда мы используем, оказывается, слово Тора, лучше... Я же вам рассказывал, не закрывайте рот ладошкой. Не надо, вот так делать. Сразу видно, что вы... Итак, когда мы говорим слово Тора, неплохо было бы знать, о чем идет речь. Мы общались с вами на эту тему? Да. Некоторые смотрят на меня с подозрением. Итак, слово Тора может обозначать вообще разные вещи. И тут надо понимать, от того, с кем вы разговариваете и каков контекст разговора, оно может обозначать абсолютно разное. Если вы разговариваете с религиозным иудеем, он употребляет слово Тора, то это обозначает, в общем-то, устную и письменную Тору вместе. И для них это понятие единое и неделимое. И когда религиозный иудей говорит слово Тора, то вы имеете в виду Хумаш, Пятикижи и Моисея, а он имеет в виду нечто совсем другое. Понятно, да? И поэтому вы можете разговаривать с ним, но договориться вам будет немножко сложно. Слово Тора может обозначать, в общем-то, и весь Танах или ту часть, которая потолще. Слово Тора может обозначать и всю Библию. Он может тоже обозначать все. Понятно, да? Слово Тора может обозначать учение. Слово Тора может обозначать закон. И все это будет Тор. И здесь нужно понимать, с кем вы говорите, и контекст всего разговора. Когда мы говорим Таванах, мы имеем в виду три книги. Три книги – это разбивка, вот той части, которая потолще, которая названа Ветхим Заветом. И я вам не рекомендую употреблять выражение «Ветхий Завет», когда вы разговариваете вообще с евреями. Им не совсем приятно это слушать. И они разбили на три части и назвали эти три части «Тора», «Небим» и «Ктуим» – закон Писания и пророки. И когда говорится «Писание», оно может обозначать как книгу Писания, так и весь Таванах, так же и всю Библию. С пророками попроще. Оно обозначает всего лишь больших и малых пророков. Ну и некоторые другие книги включены в блок пророческих. Не только в нашем представлении большие и малые пророки включены в пророческие книги. Он, блок у евреев, несколько больше. Таким образом, Танах – это три книги, «Тора», «Небим» и «Ктуим», с которыми не все так просто. Когда мы говорим о Библии, то мы говорим о канонической или неканонической Библии. Кто как, оказывается. Кто-то имеет в виду полную Библию, а кто-то имеет в виду каноническую. Кто-то имеет в виду Танах, да, когда он говорит о Библии. Итак, сколько же книг в Библии? В канонической. 77. Это 11 эпокрифических книг включается. Ну и есть вариант – меньшее количество эпокрифических книг. Понятно, да? И нужно знать, в общем-то, позицию церкви относительно этого вопроса. Позиция церкви очень простая. 66 книг канонических, это каноническая Библия, тут написано. Каноническая. 66 канонических книг, они приводят к спасению души. То есть, чтение этих книг приводит к спасению души. Они полностью богодухновенные. То есть, писали их люди, но под водительством Бога, Духа Святого. Таким образом, с этими книгами все понятно. С 11 эпокрифическими книгами они душеполезны. То есть, они содержат часть божественной мудрости, часть человеческой мудрости. Поэтому, чтение этих книг не приводит к спасению, но полезны для души. Не рекомендую вам читать апокрифические книги до тех пор, пока вы внимательно не изучите первых 66 канонических. Когда разберетесь с 66, вот тогда слегка начинайте читать остальные. Вы можете тогда, теоретически, отличить то, что от Бога, от того, что от человека. Ну, понятно, да? Здесь все ясно, да? Я ответил? Разобрались, да? Ну, плюс-минус. С каноном было не все так просто. Он устанавливался достаточно долго, болезненно, и все было весело. В Восточно-Западной Церкви существовали разные каноны. Но на сегодняшний день уже разобрались, и мы имеем то, что мы имеем. Теперь касательно книг, их количества мы разобрались. Теперь неплохо было бы сказать некоторые части о переводе. Когда мы говорим о переводе, мы имеем с вами синодальный перевод. Большая часть из вас, я вижу, пользуется синодальным переводом. Да? До недавнего времени синодальный перевод был самым точным переводом Библии на русский язык. Несмотря на это, он содержал там где-то порядка 10 тысяч неточностей. Несмотря на то, что он был самым точным, содержал порядка 10 тысяч неточностей. На сегодняшний день есть множество переводов на русский и украинские языки более точными, чем синодальный перевод Нового Завета. И есть, пожалуй, на сегодняшний день достаточно хороший перевод Танаха на русский язык, который сделан русским библейским обществом. Последний перевод русским, русским, библейским обществом. Перевод РБО. Практически весь тираж был отправлен на Украину. В России там был жуткий скандал из-за этого перевода. Поэтому все решили отдать нам, чтобы мы читали. Был скандал, в общем-то, связанный с переводом Нового Завета. Там есть некоторые претензии к переводу Нового Завета. А перевод как раз Танаха очень хороший. Делал на него 15 лет. Достаточно хороший перевод. Это один из лучших переводов на русский язык Танаха. Именно. А в прошлом году они его сдали. Да. Причем я вам скажу, что очень дешевая библия в плане того, что она, по-моему, стоит 130 гривен. То есть очень доступная, очень хорошая. Я бы не рекомендовал пользоваться переводом Нового Завета, но вот Танаха, перевод очень хороший. Это то, что касается синодального перевода. Но вообще существует два основных текста, которыми пользуются все переводчики. Это перевод Масорецкий текст. Это оригинальный текст Масорецкий. Это текст Танаха, текст Масора. Эти рукописи датируются 11 веком этого лета исчисления. Самые старые рукописи этого текста. И, в общем-то, были некоторые нарекания, потому что нету старых рукописей. Нету рукописей 1, 2, 3, 4 века. Потому что рукописей Нового Завета достаточно большое количество, датируемые 2, 3, 4. Даже есть часть, ну, их немного, но есть часть 1 века. И достаточно большое количество рукописей 2, 3, 4 века. То есть, с этим, как бы, с текстом попроще. А с текстом Септуагинты попроще. Это перевод Танаха на греческий язык, сделанный во 2 веке, до начала этого лета исчисления. Есть второй перевод. Вульгата, это перевод на латынь, на латынь в 4 веке сделан. Вульгаты пользуются в основном католиками. И переводы свои католики делают с вульгатой. Но вот эти три текста. Основной текст на иврите. И два перевода с иврита на греческий и латынь. И являются тремя основными текстами, с которых делаются все известные переводы. Порядка, да? Эти переводы согласованы все между собой. Есть некоторые неточности. Но, если мы будем изучать текст, это отдельная наука. И будем смотреть на эти неточности, задаваться себе вопросами. То я могу сказать, ни один из текстов не противоречит другому по смыслу. Если мы смотрим на неточности и при этом теряем смысл, то, очевидно, мы не мудро поступаем. Я зачастую общаюсь с иудеями, которые показывают на неточности и некорректные некоторые места в Новом Завете. Я говорю, это не так. Я говорю, окей. Вы смотрите на слова, вы смотрите на буквы, вы смотрите на несовпадение в родословии. Все это отлично. Но все это не влияет на смысл. Смысл касается вопроса искупления. Вы не решаете неточностями вопрос греха и искупления. Понятно? Понятно, о чем я говорю? Вы можете обращать внимание на неточности и при этом потерять основной смысл. Вы можете очень сильно углубиться в текст. Но если вы это сделаете и потеряете самое главное в этом тексте, вопрос искупления, то вы зря этим занимаетесь. Евангелие очень простое и доступное. Его можно рассказать человеку, потратив на это пять минут. И оно будет понятным и позволит этому человеку приобрести спасение. Вы можете часами потратить время на споры о неточности текста и ни к чему не прийти. Поэтому, если у вас возникает ситуация, в которой вас будут тыкать носом и говорить, а вот здесь не то написано, а здесь не так написано. Послушайте, самый основной вопрос. Как вы решаете проблему греха? Давайте отложим в сторону эту книгу, если вы разговариваете с религиозными людей. И скажите, пожалуйста, как вы решаете проблему греха? Да, мы ничего не понимаем. Отлично. А вы что понимаете? Покажите нам выход из проблемы греха. Йом-Кипур? Да, ну ты что? И я спокойно могу спросить. Скажите, пожалуйста, вы вот серьезно думаете, что покрутил вот эту курицу над головой, вы получили искупление? Кто? Раввин так говорил. Покажите Раввина, давайте мы его спросим. Еще раз. Ну, понятно, что есть определенная вещь, о которой они честно, положив внуков на сердце, скажут, это не жертва Йом-Кипура. И она, соответственно, не может принести искупление. Раввин сказал, ну, это хорошее основание, главное, чтобы Бог был в душе. Вы потом объясните тому, кто сказал, что главное, что оно искупает. Вот же вопрос. Если мы полагаем свое основание в его слове, тогда нормально. Откройте, покажите. Где приносит искупление? Опять начнутся споры о мнениях. Нам не нужно это. Как решается проблема греха, искупления? Вот это основной вопрос. Детали текста, неточности текста, это не проблема. Поэтому, когда мы смотрим в Библию, мы должны знать, хотя бы для общего развития, что такое каноническая Библия и что такое неканоническая Библия. Что такое Танах и что такое Брит Хадаша Новый Завет. Мы должны знать, потому что иначе, ну, непонятный предмет, который мы изучаем. Дальше мы должны знать, что существует оригинальный текст Танаха на иврите, это текст Масоры, и мы должны знать, что есть два перевода этого текста, греческий и латынь. Это мы должны знать. Дальше мы должны знать, что текст Нового Завета или текст Брит Хадаша был написан на каком языке? На греческом. Одна книга написана Евангелие от Матвея. Да, но предание наговорить, что сам Матвей перевел ее еще на греческий. Поэтому мы говорим о том, что, в общем-то, весь Новый Завет, не исключая послание к евреям, был написан на греческом языке. В общем-то, с этими рукописями дело обстоит намного проще. Есть тексты, критический текст, текст большинства, то есть есть различные тексты греческие, они не всегда совпадают, в них включены некоторые стихи, в некоторые не включены стихи. Важно, с какого текста делался перевод, из-за этого зависит совпадание, нумерация стихов. Куча неточностей есть. Но поверьте, на спасение это не влияет. На искупление это не влияет. Понятно, да? Понятно, нет? Да. Итак, теперь нам надо разобраться все-таки с выражением Ветхий Завет. Надо? Откуда это выражение? Да. Где же он это сказал? Второе Коринфянам, вторая глава, а, извините, Второе Коринфянам, третья глава, четырнадцатый стих. Второе Коринфянам, третья глава, четырнадцатый стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». В послании к евреям в восьмой главе в тринадцатом стихе. «Говоря, но умы показал Ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению». Итак, новая нас радует и восхищает, а старая, ну и ветшающая нам надо? Нет. Нам это не интересно. Но если вы помните картинку, которую мы рисовали в теме Заветов, мы тогда определяли, первым Заветом был какой? Дальше. Этот Завет по отношению к этому был каким? Новым. То есть понятно, каждый следующий был новым по отношению к предыдущему. Но вообще неудобно говорить вообще какой этот Завет, да? Ну, этот, понятно, старый, а этот, извините меня, а этот вообще, ну это пра-пра. Но при этом мы помним о том, что вот этот Завет, он действует до сегодня, вот этот Завет действует до сегодня, а вот здесь есть некоторые сложности. Здесь есть некоторые сложности. Второй момент. Если мы смотрим на саму книгу, если мы смотрим на саму книгу, она содержит, ну если мы смотрим в Танах, описания прошлого, содержит в Танах описание прошлого? Да. Правда. Извините, а Брит Хадаша, Содержит? Мы можем сказать, что эта книга содержит закон, который нам дан для назидания. А эта книга содержит закон? Закон царский, закон любви, закон свободы. Содержит некий закон. Пророчества, которые исполнились, и пророчества, которым предстоит исполниться. Содержит? Извините, а чем они отличаются? Почему это ветхо, а это? Описаны в пророчествах, которые исполнились в этой части. Только искупление другого порядка. И Новый Завет, он положен на лучших основаниях. Но, когда мы говорим о том, что и та часть, и та часть Слова Божия, и та часть, и та часть, оно содержит прошлое, оно содержит закон для нашей жизни, оно содержит пророчество, то я не вижу особой разницы между двумя этими книгами. И когда мы это все смотрим, то нужно понимать, что когда мы читаем о Ветхом Завете, то говорится об книге или о Синае. Еще раз, нужно понимать из контекста. Когда мы читаем о Ветхом Завете, то у нас, помним, да, есть определенное представление. Когда я говорю Ветхий Совет, большинство из верующих Нового Завета подразумевает ту часть книги, которая названа Ветхий Завет. Понятно, да? Ну, если вы откроете первую страницу, там написано Ветхий Завет. Но, когда мы читаем, но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, имеется в виду книга под названием Ветхий Завет в вашем понимании, или имеется в виду закон Моисея. Понятно, да? Когда мы читаем, Говоря Новый показал ветхость первого, ветшающее и стареющее близко к уничтожению, то ветшающее близко к уничтожению – это книга или Синайский Завет. Понятно, о чем идет речь? Мы молодцы, но у нас есть же свое представление. Мы же имеем право на свое представление. Имеем мы право на свое представление? Некоторые сомневаются. Вы думаете, что вы не имеете права на свое представление? Право вы имеете, другое дело, как не они. Итак, нас будет интересовать. Нас будет интересовать. Теперь, изучение книги, которая дана нам для жизни, потому что и та книга, и та книга, они даны нам Богом, и даны нам для жизни. Если мы будем следовать этим установлениям, открытым нам в его слое, в котором он открывается для человека, говорит о мироздании, как оно все создано, как оно устроено, что будет происходить, установлены причинно-следственные связи, которые открыты для нас и понятны для нас через чтение, то мы можем жить. Если нет, то мы будем блуждать во тьме. Именно поэтому говорится, что слово его – это светильник для нашей ноги. Понятно, да? Хорошо. Если все так понятно, то я предлагаю сделать перерыв. Пять минут. Все. Давайте попробуем продолжить. Итак, мы более или менее разобрались с тем, как выглядит эта книга, из каких частей она состоит, к чему относится ветхий, к чему относится новый, содержание более или менее разобрались, что оно идентично для нас, как для нашей жизни и применения. И я хотел бы прочитать Матвея, 13 главу, 52 стих. Матвея, 13 глава, 52 стих. Он сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новой и старой». Итак, когда мы читаем, когда мы читаем, вот эту часть, которая толще, мы можем из нее выносить, что? Сокровища. Хороши бы мы были, если бы мы посмотрели на сокровища и сказали, «Послушайте, ребята, я, наверное, не возьму, они не новые». Откажетесь от сокровищ, если они не новые? Нет. Почему? Они же не новые. Они, оказывается, из-за этого еще дороже. И что он говорит? Послушайте, вы можете быть подобны тем, кто выносит из сокровищницы новое и старое. Потому что те ребята достаточно хорошо знали старое. И когда они были научены Царству Небесному, они выносили и старое, и новое. новое. Если мы вынесем новое, это хорошо. И поверьте, если мы говорим о спасении, достаточно. Если мы говорим о спасении, достаточно? Да. Но это все, что мы можем вынести? Нет. Есть еще часть, которая оставлена для нас и которая, в общем-то, является достаточно хорошей для нас. И поэтому здесь написано, что тот закон, который дан, это в Второзаконе 4 глава 8 стих. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я, в Второзаконе 4.8, который я предлагаю вам сегодня? Ответ понятен? Есть еще такой народ? нет, хорошо. И здесь удивительная часть, вот так, часть книги, которая называется законом, она дана единомоментно, мы можем условно сказать единомоментно, потому что мы разбирались в прошлый раз, что этот момент был несколько растянут во времени, и она была дана, и когда он ее давал, он сказал, это справедливо. Понятие справедливости, оно может существовать в отрыве от Бога? Может? то шо? Все им, для него, во имя. Я бы слушаю тебе. Проблема заключается в том, смотрите, в чем дело. Встречаем ли мы неверующих людей? Да, Редко, конечно, но бывает. Вопрос в чем? Говорят ли они нам, к примеру, что Бог несправедлив? О! Оказывается, мы говорим о том, что это понятие неразрывно связано с Богом, а неверующие люди рассказывают нам о своей справедливости. И правда заключается в том, что нам нужно уточнить, какая справедливость, субъективная или абсолютная? у каждого из вас есть свое понятие справедливости. Тебя когда-нибудь обижали? Поступали несправедливо родители, да? А они считали, что? У них было свое понятие справедливости, а у тебя свое. Ну, понятно, да? То есть, те люди, которые поступали по отношению к вам плохо, они считали, что они поступают как? Ну, справедливо. То есть, вы, не, они справедливо поступали, они вас наказывали, они вас обижали, но они считали, что вы этого достойны. Ну, если они были крайне испорчены, злые люди, да? Если мы говорим о каких-то таких ситуациях, да? Ну, к примеру, о отношениях с нашими родителями, то они считали, что так правильно и справедливо поступить по отношению к вам. Но у вас, извините, было свое понятие справедливости, и вы считали, что по отношению к вам поступили как? несправедливо. То есть, по крайней мере, у вас есть две справедливости. Одна чужая, другая ваша. Ну, своя. Ну, нормально, да? Своя, своя для меня. Здесь есть некая проблема, потому что ваша справедливость субъективна. Она ущербна по определению. можете ли вы быть объективными по отношению к себе? Ты можешь? Окей. Можешь ли ты объективно посмотреть на себя и оценить себя? Свое поведение, поступки? Нет. Симпатичный вопрос, да. Но он сам по себе понятен, ответ очень прост. Нет, я не могу, потому что я себе легко могу все объяснить, почему я так поступил, заодно оправдать и потом заодно простить. Да, а что, есть какие-то вот сложности с этим? Я вас научу, если хотите. Как себе все объяснить, оправдать и простить? Ну, это же другие вот проблемы, с другими проблемами, они с этим не согласны. Другие все портят. Если бы и мне надо было договариваться только с самой, жизнь была бы намного лучше. Если бы все люди в этом мире пользовались вашим понятием справедливости, вам как бы жилось? Вот так вот. Но каждый же пользуется своей справедливостью и в мире полный бардак. Понятно, на чем идет речь? Потому что есть тот, который говорит, я вам хотел сказать, что вот закон, который вы получили, вот, это справедливо, а все остальное нет. Все остальное, что отличается от этого субъективно, а это? И поэтому Бог, давая это Израилу спросил, ребята, есть ли еще в мире какой-то народ великий, у которого такое бы было? Говорит, нет. Проблема заключается в том, что вы, ребята, получили изначально справедливый закон, и у вас есть, ну, выбор, ну, небогатый, либо принять его, либо нет. просто вот так вот как-то. Либо да, либо нет. И вот здесь существует проблема. Человечество не решило ее для себя до сегодняшнего дня. Ну, не получается. Мы живем в стране, в которой процесс законотворчества остановился. По-моему, он даже не собирается останавливаться. назовите мне страну в мире, где процесс законотворчества остановился. Нигде. Везде они творят законы. А чего они творят? Почему нам нужны новые законы? Зачем они нам? Они не до конца хороши. Надо чего-то там допилить, доделать, и вот тогда будет хорошо. И причем, послушайте, ребята, ну, удивительно. Вы знаете, что наш закон о свободе совести и религии был признан одним из лучших в Европе. Не надо горячиться. Я понимаю, что у нас должно быть самое лучшее в мире, но пока только в Европе. Но наши ребята сказали, что-то там мы недосмотрели, надо его переделать. Причем все верующие говорят, не надо, будет хуже. Но наши говорят, не, не такое хорошее, мы сейчас переделаем. Но уже близко к этому. Они уже стали на этот путь. Да, там есть определенные правила. И он уже перестает быть самым лучшим. Вы же лучше, ну, что вы его трогаете? Нет, мы хотим, чтобы было еще лучше. Непонятно для кого, но не важно. Итак, Бог дает свой закон и говорит, хочу вас предупредить. Говорит, кстати, ничего менять не надо, убавлять ничего не надо и добавлять ничего не надо. Он говорит, вот такой, как есть, хороший, справедливый и лучше не будет. Все, что вы можете сделать, если вы начнете что-то делать, это его испортить. то есть, а? Нет, сначала испортить закон, а потом придут проблемы в жизни человека, который портил этот закон. Итак, Бог, давая закон, устанавливает понятие справедливости. Понятие справедливости в этом обществе, это очень размытое понятие, и конфликт между обществом и личностью, в общем-то, не решен. скажите, пожалуйста, ты в армии хочешь? А ты что, не знаешь, что они говорят, что это справедливо? Появилось желание? Нет. Почему? Потому что он считает, что если его принудить туда пойти, то он зря потратит пару лет своей жизни. Хочет человек это? Может, ты хочешь? Нет, тоже не хочет. Ты здесь не одинок. Могу тебе сказать, я тоже не хотел. Но я был в другом поколении, они меня попросили, я не смог отказаться. Мне пришлось туда пойти ненадолго. Итак, я ненадолго пошел. Справедливо? Полгода они меня там смогли удержать, потом я вернулся. я очень не хотел. Мне очень не нравилось там. Но общество говорит, послушайте, кто-то должен нас защищать. Женщин, детей, стариков, кто-то должен защищать? Я считаю, что он подходит. А он говорит, не, вы не поняли. Можно это будет кто-то другой? Есть конфликт между обществом и личностью? Я это извините за то, что я вас в пример поставил. Если вы думаете, что вы единственный здесь, кто не хочет того, что хочет общество, я вас разочарую. Вы не один здесь такой. Итак, вы, я так понимаю, занимаетесь бизнесом, простите. Вы, налоги хотите платить. Я предупреждал. Не надо было поворачиваться, со спиной хоть было не видно. Я понял, что вы их платите, но я про желание спросил. Я не спросил, платите или не платите налоги. Я же платите, все понятно, но хотите ли вы это делать? Нет. Почему? общество в виде правительства говорит, что надо. Бизнесмены говорят, слушайте, семикратное или восьмикратное налогообложение, пожалуй, это через счет. Ну, нам так кажется, да? А государство говорит, вы не поняли, нам бы еще немного, потому что того, что вы нам даете, нам мало. То есть, мы успеваем это потратить раньше, чем они к нам приходят. Поэтому на сегодняшний день наше государство сказал, неплохо бы, было бы, чтобы вы налоги платили вообще наперед. Ну, да? Они так и говорят, я знаю. И это не шутка. Они вообще с этим не шутят. но личность в виде отдельно взятого субъекта предпринимательской деятельности говорит, послушайте, мне эта история не очень нравится. И причем она из всех сил, эта личность, старается минимизировать этот процесс. Но государство говорит, это справедливо, но у личности есть свой взгляд на этот вещи. И она говорит, не, несправедливо. и так мы можем касаться достаточно многих областей нашей жизни, где общество говорит, это справедливо, а личность говорит, это ущемляет мои права. Конфликт. Я могу сказать, что общество еще при этом достаточно сильно деградирует. Очень сильно. Она же не в курсе, что написано в этой книге, поэтому нет определенного стандарта и стандарты постоянно меняются в обществе и становятся хуже. Приведу вам простой пример. Как это ни странно, мои дети удивились. Я когда-то взял на встречу одноклассников свою дочку, она пришла после встречи, говорит, папа, ты тоже в школе учился? Я говорю, таки да. То есть мы прошли тоже этот процесс, родители прошли тот же процесс, который проходят сейчас дети. Мы тоже учились в школе. И вот когда я учился в школе, у нас некоторые девочки в классе, они, знаете, курили. Некоторые, не все, некоторые. И это было страшно. Ну как бы страшно, не то, что они курили, но всем было за это неудобно. и вот они прятались. Что вы там разговариваете? Не надо. Я понимаю, что вас это не касается, но послушайте, это моя история. Это не про вас. Сейчас к вам перейдем, подождите. Так вот, они прятались. И если они прятались, и кто-то из взрослых шел и видел девушку, которая стоит на углу и курит, за углом и курит, он мог спокойно ей сделать замечание. Он сказал, веди себя прилично. И вы знаете, она смущалась и как-то пряталась сигаре. Я вам скажу, сейчас они не прячутся. И если вы подойдете и сделаете ей замечание, вы можете это сделать, но вы рискуете такое услышать в ответ, что вам это может не понравиться. И это не потому, что она плохая, она не понимает о чем речь. То есть что вы именно имеете в виду? В каком смысле прилично? Что неприлично курить? На сегодняшний день это стало нормой. И я же вас предупредил, общество деградировало. Послушайте, когда я был маленьким, во-первых, я жил в Киеве, сначала была одна программа телевидения, потом четыре. Это было много. Четыре. Только в Киеве. Больше нигде. А сейчас уже лучше даже не считать. Ну, кто-то говорит сто, кто-то говорит двести. В зависимости от того, какое количество спутников у вас подключено к вашей антенне или кабельное телевидение. Ну, понятно, что уже все давно сбились со счета. Я пару раз встречался с программой телевизионной, страшная штука. Заблудиться можно. Не, что, у меня телевизор есть, но он не подключен к телевидению, поэтому мне не страшно. у меня дома сгорел телевизор когда-то. И как-то стало свободно. И у нас много лет решался вопрос вообще, нужен нам телевизор в доме или нет. Я периодически поднимал вопрос, ну, давайте купим телевизор. Моя жена говорила, зачем? Я не мог ей ответить. И телевизора у нас не было. А потом нам его подарили. потом мы опять решили вопрос подключать его или не подключать и приняли решение не подключать. Так он у нас и стоит неподключенный. То есть мы можем туда флешку вставить, так посмотреть что-то можно, а вот телевидения нет. Так получилось. Ну да. Так вот. Я знаю, что происходило в городе Киеве, когда выходил очередной сериал «Следствие ведут знатоки». пусто становилось. Бедные там водители общественного транспорта, они ездили с пустыми троллейбусами и печалились, что ну на следующее утро был повтор, они могли это все посмотреть на утро. И утром все, когда ехали в транспорте, они обсуждали. у этой штуки, у этого сериала было что-то неправильное во всей этой истории. Знаете, что неправильно было? Милиция была хорошая. Ну для нас сегодня это что-то неправильное. На тот момент времени вся страна смотрела и понимала, что милиция хорошая, ловит этих гадов. В Минске всех поймали. Ура, вся страна радовалась. А потом, когда вышел сериал «Братва», и все просто поняли, что вот это наверное хорошо. А менты просто гады. Слушайте, что-то с обществом случилось. То есть сначала все было нормально, милиция была хорошая, а преступники были плохими. А потом на каком-то периоде жизни все стало изменительно наоборот. Общество деградирует. Общество натуральным образом деградирует. И то, что было раньше неприемлемо для общества, на сегодняшний день нам объясняют, что нужно быть толерантным гомосексуалистом, лесбиянком. Это нормально. Но послушайте, вот эта книжка говорит, ребят, все это плохо закончится. Мерзость, но она плохо для вас закончится. По одной простой причине. Потому что когда эти ребята достигают критического процента в обществе, они перестают быть толерантными и начинают насиловать других людей. Насиловать. уже есть, уже добро пожаловать в реальность. Потому что когда мы читаем Содом и Гамором, что было, когда пришли спутники, говорят, так, выводи сюда. Так они же не хомосексуалисты. Так какая нам разница? Ты их выйди, мы с ними сами разберемся. Да? История с Карлиным Венемином была точно такая же. Точно такая же. Они пришли и говорят, пускай выйдет, мы хотим с ним поздороваться. И люди не смотрят, а это то, что происходит на наших глазах. Когда я был, ну, помладше, у нас попадались гомосексуалисты. Их даже, можно сказать, искали. Только было развлечение, найди гомосексуалиста. Потом ему это не нравилось. Обычно его били, когда находили. Когда выясняли, что он такой, его били. И они очень, им это тоже не нравилось, и они говорили, не трогайте нас, мы больные. Ну что, мы ущербные, мы больные, за что вы нас бьете? Эти люди, они вот так как бы себя вели. Потом достигну определенного, они сказали, слушайте, да мы вообще нормальные. Мы не совсем больные, мы вообще здоровые, мы нормальные члены этого общества. ну ладно, их признали уже не больными, а нормальными, тогда сказали, ну если мы нормальные, такие же, как и вы, то чего вы нам не разряжаете жениться друг на друге? Ну да, ну общество подумало, сказали, ну ладно, если вы нормальные, то вы можете создавать семьи, ну я вообще не понимаю. с детьми у них плохо, не получается. Да, немножко они одумались и поняли, что есть проблема, дети в этих браках как-то не получается. Он говорит, ну а почему вы нам не даете возможность устанавливать ваших детей? Да, а следующий шаг они приходят, говорят, кстати, нехорошо, когда дети называют папа, мама, они решают уже, что хорошо, что плохо. Он говорит, нельзя, 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 нельзя дарить детям игрушки по половому признаку. Еще неизвестно, мальчик это или девочка. Нельзя называть детей еще именами. Да, да ну, уже начинается медленное и постепенное вмешательство в нашу жизнь. Уже те люди, которые когда-то были больными, сегодня объясняют нам, как мы должны себя вести и что есть нормально. А эта книжка говорит, чем это все закончится. И на сегодняшний день мы можем видеть эти процессы и понимать, куда эти процессы придут. Нас будут насиловать. И о толерантности потом эти ребята разговаривать с нами не будут. и это то, что написано вот здесь. Когда мы смотрим в эту книгу, мы понимаем, что она дана нам как основание для нашей жизни. И когда Бог определил понятие нравственности, понятие добра и зла, понятие справедливости, Он это не скрыл от нас. Он не находится с нами в такой игре, как прятки. Или догадайся, мы у Сама. Он не говорит, послушайте, вы давайте сделайте что-то, а потом, когда вы ошибетесь, я дам вам палкой по голове. Вы угадайте, чего я хочу. Он не делает с нами это. Он дал нам это слово и сказал, ребята, вот закон справедливый. И его понятие справедливости, его понятие добра и зла, они не относительны, а абсолютны. И Он дал это человечеству как подарок. Ну, человечество может принять этот подарок, а может, в общем-то, и не принять. И часть людей принимает этот дар, а часть людей они говорят, послушайте, а кто вам сказал, что нас надо ограничивать? Кто вам сказал, что так правильно? Так, как написано в этой книжке правильно, кто вам это сказал? Спрашивают вас. Слушайте, это же, ну, вопрос нормальный, который звучит. Вот его слово, он так сказал, а другой человек вам говорит, послушайте, а кто вам сказал, что это правильно? И какой у вас аргумент? это хороший аргумент, но этот глупец вас не поймет. Вопрос не в этом. Послушайте, мои хорошие, вы должны иногда помнить о том, что не все люди разделяют вашу веру, ваши взгляды, ваше понимание. Напоминаю вам картинку. Ну, и атеизм. и кто нам сказал, что это правильно? Здесь и здесь логическая ошибка в основании. Здесь и здесь отсутствие закона. Отсутствие закона. Отсутствие нравственности. где мы находимся? Если мы находимся здесь или здесь, то, ребята, у вас нету основания для жизни. У нас оно есть. У нас есть творец, есть цель у творца для творения и ответственности за достижение цели, есть закон и нравственность. Вы не можете предложить альтернативу этому. И это не религиозное понятие, а в общем-то система взгляда на мир. Она либо такая, либо другой нету. Вы предложите мне альтернативу. Если вас устраивает альтернатива без цели, без закона и без нравственности, добро пожаловать в мир хаоса и беспредела в вашу жизнь. Но если вы хотите, чтобы была цель, закон и нравственность другой системы не существует. Альтернативы, извините меня, нет. Только вот здесь. Кстати, христианство это не единственная теистическая религия. И не только иудаизм. Нет. Мусульманство, христианство, иудаизм. творец, творение, цель, закон. То есть, ну, как бы, мы говорим о мировоззрении. Мы говорим о мировоззрении. Откуда мы знаем, откуда мы знаем о том, что то, что сказано в этой книге правильно? для меня очень простой ответ. Откуда вы знаете, что христианство это правильно? Вера это хороший аргумент, но не работает. Скажите, пожалуйста, а вы до этого верили во что-то? Вы были суеверным человеком? Не были? Некоторые из нас были. Но вы не были. А вы во что верили? До прихода к Богу? Или вы всегда были верующими? Отлично. вы были православны? А то есть просто верили? ваша вера была правильной? Ну, понятно, если вы я глупый вопрос, конечно, задал. Ваша вера, конечно, всегда была правильной. То есть она не эволюционировала ваша вера? Что-то изменяется в вашей вере? Сейчас да, окей. А раньше нет. Ну, с приходом изменились, То есть до этого у вас была не всегда такая вера, как сегодня. То есть ваша вера тогда была не совсем правильной? Ну, ваша же вера являлась основанием для того, чтобы это было правильно? Да, ну, вы поняли, что ваша вера это плохое основание? Ага, кто сказал, что ваша вера сегодня правильная? Послушайте, вы слушаете то, что вы иногда говорите. Вы говорите, откуда вы знаете? Я верю, поэтому это правильно. Я говорю, ну, раньше же вы тоже верили. А верили неправильно, а говорили, что это правильно. А где... о, спасибо большое. Нет, вы про это не говорили. Вы говорили о том, что основание для того, чтобы это правильно, ваша вера. А вера, она должна быть от слышания, от слышания, от слова Божьего. А основанием нашей веры является Слово Божье. И тут нужно понимать, когда вы спрашиваете дорогу, когда вы спрашиваете дорогу, ну, вот, к примеру, у меня стоит спрашивать дорогу в Одессе? Почему? Да, я киевлянин, правильно. И если я вам буду объяснять, как проехать, или как пройти на Дерибасовскому, и вот, к примеру, три будут объяснены, как пройти на Дерибасовскому. И наши дороги будут по-разному выглядеть. Вы по какой пойдете? Почему? Потому что он там был. Я не знаю, он что, живет на Дерибасовск? Понятно, о чем я говорю? Ешуа, он был там. Он пришел оттуда сюда и заодно туда вернулся. Он дорогу хорошо знает. А больше никто ее не знает. Я понятно объясняю? он дорогу туда знает, потому что он там был, оттуда пришел и туда же и... А все остальные ребята, которые основывали свою религию, извините, они не пошли туда, куда не назвали. они оттуда для начала не пришли, а для продолжения туда сами не пошли. Потому что воскрес только и поэтому я слушаю того, кто знает дорогу. дорогу. Понятно? Если вы пойдете за тем, кто сам туда не попал, то очевидно, простите, вы туда тоже не попадете. Откуда я знаю это? Ну, вот как так. Потому что больше никому этого не удавалось. поэтому я знаю, что он оставил мне вот это как руководство, чтобы я не заблудился. Он сотворил небо и землю и соответственно он лучше всего или лучше всех знает, как это все устроено или работает. Мне нужно спрашивать у того, кто лучше всех знает. мне нужно спрашивать у того, кто прошел этой дорогой, а не у того, кто там никогда не был и туда не попал. Понятно? На чем основана наша вера? На Слове Божьем и на смерти и воскресении Иисуса Христа или Ишоа Мессии. Нет другого основания для нашей веры. Если мы говорим о нашем мировоззрении, то это единственное здравое мировоззрение. Послушайте, я проводил массу семинаров с неверующими людьми. И я им задал вопрос, вы где хотите быть, в какой системе, в каком мировоззрении вы хотите находиться? И никто не сказал мне вот здесь или вот здесь. Все неверующие люди говорят, а вот это нормально. Вот устраивает. Почему устраивает? потому что есть цель, есть закон, есть нравственность. Почему? Человеку свойственно жить, имея цель. Извините меня. Когда я смотрю сюда, хотите, нарисую конечную цель. Хотите? Из меня просто отличный художник получится. Тихо. если кто-то не понял, объясняю. Могила. вот так я изображаю могилы. Да? А что вы думаете? Вы пойдите на кладбище, посмотрите, что они там себе ставят. В основном похоронены атеисты. А ставят... Вы можете памятник, вы поняли, что у меня с художеством все нормально. Мне не стоит ни рисовать, ни петь. Я знаю. Это одно из разочарований, которые я пережил, женившись. То есть, когда я был не женат, я спокойно пел. Когда я женился, первым делом моя жена сказала, тебе этого делать не надо. Я и поверил, у нее высшее музыкальное образование. То есть, она говорит, не надо меня мучить вот этим вот. Потому что пением это назвать трудно. А я раньше с друзьями всегда пел, они никогда мне замечания не делали. я считал, что я отлично пою. Соседи правда были недовольны, потому что мы иногда когда брали вино, гитару и пели, соседи были недовольны. Но друзья никогда не делали мне замечания. Первое, что начала говорить моя жена, что тебе петь не надо. Не мучай меня. Я страдаю, когда ты поешь. Ну и судя по всему, вы не оценили, как я рискую. Причем у меня в семье жена и поет и рисует. Дети рисуют, а я вот как-то не сподобился. Да, укажу свои дары. Итак, цель конечная всего этого дела это вот, извините меня, могила. И все, другой цели нет. Поэтому вот эти ребята все время придумывали для себя задачу, что сделать с целью. Что сделать с целью. И в конечном итоге в Советском Союзе придумано, что надо построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. Да, ну сейчас говорят посадить соседа, развалять дом и что-то еще сделать. То есть они придумывали какую-то цель, чтобы хоть что-то было, чтобы к чему-то стремиться. на народ стремился, но недалеко, обычно спивались. Когда люди понимали, что это все туфта, начинали что делать? Пить. И они пьют безнадеги. Сейчас правда ребята продвинулись, начинают колоться, нюхать, курить. Послушайте, но все это, суицид, пьянство, наркомания, это от безнадеги. человек понимает, есть еще движение у молодых, готы, по-моему, называется, но это чтобы красиво умереть. Ну в конечном итоге опять туда же все. А? Субкультура, да. Ну смерть. Это то, к чему стремится человечество и понимает, что послушайте, рано или поздно что произойдет? А Писание говорит, ребята, вы не поняли, не все мы умрем, но все изменимся. Библия нам говорит абсолютно другую часть. Ребята, если ваша надежда не на этой земле, а в вечности, вы оторветесь от этой земли, потому что вы положили свою надежду в вечности. И Писание говорит, что он нам дал будущность и надежду. Поэтому у нас нету безнадеги. И Павел писал, он говорит, пишу вам, чтобы вы не скорбели, как и прочие не имеющие надежды. Представьте себе жизнь без надежды. Когда я говорю с этими людьми, я говорю, ребята, проблема заключается в том, что вы умрете, не достигнув цели. Потому что ваша вся цель заканчивается в этом месте, на кладбище. Больше нету ничего. Вы поставите себе цель, достигните, вам нужно будет поставить следующую. Вы не можете долго жить, не ставя следующую цель. Потому что если вы поставили цель, достигнули и следующую не ставите, у вас начинается депрессия. Вам нужна следующая цель. Человек создан целеустремленным. Вы должны поставить следующую цель и опять ее что делать? Достигать. И так будет достаточно долго, пока вы измените последнюю самую главную цель в своей жизни. Не достигните, потому что вы умрете. Все. Финита на комедия. И вот эти ребята, которые создали философскую систему, они сказали, что мы попали в некоторую проблему, называется безнадежность. И нам нужен решающий опыт или скачок веры для того, чтобы перейти за эту черту безнадеги. И вы знаете, что они говорят о верующих христианах? Что говорят, вы каким-то странным образом имеете этот решающий опыт. Они не могут объяснить, что такое решающий опыт, но точно знают, что христиане его имеют. Мы имеем этот решающий опыт в нашей жизни, потому что он дал будущность и надежду. Он положил для нас что-то на небе, наследство нетленное, неувидающее, хранящееся для нас на небесах. Он нас там видит. И поэтому мы, по идее, знаем, что здесь не наш дом, и мы стремиться должны туда. Потому что если наш дом здесь, то конец будет выглядеть весьма печально. Если наш дом на этой земле, то конец выглядит вот так. А правда выглядит еще страшнее, потому что называться будет это правда ад. Понятно, о чем я говорю? И поэтому, когда мы разговариваем с неверующими людьми, они достаточно быстро ориентируются, они говорят, послушайте, вот эта система, она неплохая. Здесь есть нормальная цель. Здесь есть правила игры, законы. То есть понятно, чего ждать, что есть причина и какое следствие мы будем иметь, исходя из этой причины. Ну и есть понятие нравственности, есть понятие справедливости, с которыми можно познакомиться, в соответствии с которыми можно жить. То есть понятная система для жительства и понятны правила, по которым в ней жить. Потому что человек нуждается на самом деле в правилах. Мы хотим знать, что мы можем делать, чего мы делать не можем. И если мы будем это делать, какие последствия нас будут ожидать? В одном случае и во втором случае. Это понятно. Но ни в правой, ни в левой части это неизвестно. Потому что неизвестны последствия. А можно так жить? Ходьба по минному полю. я вам точно скажу взорветесь. Понятно о чем идет речь? Поэтому мы полагаемся на его слово, которым он открыл, как он все устроил. Он не сокрыл этого от нас. И это является основанием нашей веры, потому что он прошел этим путем. И он ушел туда и сказал, ребята, я иду приготовить вам место, чтобы вы были там же, где и я. И мы идем тем путем, которым он прежде нас прошел. Если мы пойдем каким-то другим путем, то он заодно предупредил, говорит, ребята, тот путь туда не приводит. Потому что только один путь. Он сказал, я есть путь истина и жизнь. Говорит, предупреждаю другого. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Понятно, где это основание положено? В его слове, в его смерти и в его воскресенье. Засим отправляемся на перерыв. Вернейшее пророческое слово. Пророчество это нечто удивительное. Нечто удивительное в каком плане? Это безусловное, иногда условное предсказание будущего. Бог предвозвещает будущее. Иногда есть условное пророчество, но иногда есть и безусловное пророчество. Библия, в общем-то, когда мы говорили о первой Евангелии, то мы говорили о безусловном пророчестве. Первая Евангелие, это третья глава книги Бытие, пятнадцатый стих. Обещание Мессии. Это условное пророчество? Какое условие? Никакое. Бог обещает нам Искупителя, точнее Адаму и Хаве. И пророчество о его пришествии, оно условное или безусловное? Он придет. Он просто возьмет и что сделает? Придет. В свое время это исполнится. И мы должны понимать, что многие люди искали в этой достаточно толстой книге пророчества, которое бы не исполнилось. Потому что если бы можно было найти такое пророчество, то это значит, что вся эта книга неправда. Я понятно говорю? Если мы могли опровергнуть хотя бы одно из пророчеств этой книги, то вся эта книга неправда. если мы могли опровергнуть. Когда люди смотрели эту книгу неверующие, они говорили, послушайте, ребята, книжка старая, некоторые умные люди просто немного ее там подправили. Но оно исполнилось, они взяли и тихонько дописали. И говорят, вот тут было раньше написано. Не рассказывали нам это в Советском Союзе? А нам рассказывали. И нам говорили, послушайте, ребята, да не можно так знать в таких деталях, в таких мелочах. Понятно, что оно все получилось, а потом они взяли и дописали. В основном обвиняли вообще христиан в этом. К иудеям, как правило, претензий не было. Но книжка-то была изначально чья? Иудейская. И те люди, которые это рассказывали, они не учли одного же иудея достаточно специфическим образом передавали эту книжку. Ну, переписывали. Они не знали, что Софер, он, в общем-то, должен был переписать достаточно точно, потом посчитать количество строк, количество слов и количество букв. А второй мужик его должен был проверить. Причем проверяющий отвечал жизнью. Он должен был прочитать, посчитать количество строк, количество слов и количество букв. При такой передаче кто-то мог что-то туда? Ну, евреи бы сразу сказали. Дописали. Но первые обвинители были бы евреи. И ученые в свое время очень обрадовались, когда нашли свитки Мертвого моря или кумранские свитки. Они сказали сейчас. Свитки датировались в общем-то до начала этой эры или до начала этого лета исчисления. И они сказали сейчас мы вас всех выведем на чистую воду. Наконец-то мы нашли тексты, которые да, жужжит. У всех жужжит. Хорошо. А у кого жужжит? Или это у нас в ушах жужжит? Хорошо. И они сказали всех мы сейчас выведем на чистую воду. И какое разочарование? не вывели. Подтвердили. Ну, тогда замяли эту тему для ясности. Верующими все равно не стали. Но тему замяли. Вопрос к тексту перестал существовать. Потому выяснилось, что выяснилось, что текст никто не корректировал. Невероятнейшее пророчество о рождении, о жизни, о смерти, о воскресении с такими деталями, что все это содержится вот в этой книге. И для нас важная часть, когда мы читаем в Новом Завете, то для нас это тоже важная часть описана. Луки 4 глава 21 стих. Луки 4 21 И он начал говорить им ныне исполнилось Писание сие. слышанное вами. Ешуа цитировал 61 главу пророка Исаия. И он говорит, я хочу вас поздравить. Настал день, когда исполнилось Писание сие. Это удивительный момент, потому что Бог говорит в своем слове. Я наперед сказал вам, чтобы когда это исполнилось, вы знали, что это Я. Удивительный порядок. У Бога всегда удивительный порядок. Он не такой, как мы привыкли. Вы знаете об этом, да? Мы привыкли к одному, и мы очень часто говорим, не так, не так. Должно быть все по-другому. А он говорит, не, 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 вы не помните. Должно быть именно так. В этом нет никакой ошибки. И о чем идет речь? Пророчество. Кто помнит знамение, которое получил Моисей у горящего куста? Какое знамение было? Что же? Проказа. Да. Какое знамение было из этих двух для Моисея? Я знаю, что кто-то знает. Посох. Это было для Моисея. Я понял. Еще какие-то варианты есть? Проказа для Моисея. Куст. Куст горел и не сгорал. Это вообще чтобы привлечь внимание. Это когда он шел, горит и не сгорает. Интересная штука. Подойду и посмотрю, что это такое. Это чтобы внимание привлечь. Удивительно. Как мы читаем Писание иногда? Сними обувь. помним все кроме того, что было написано именно ему. Что, что, что? Неправильно. Варианты ответа, но это неправильно. прочитайте, пожалуйста, двенадцатый стих. Я дал человеку узнать, чего двенадцатый. я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Я тоже удивился, когда я прочитал. И думаю, вот это номер, да? Причем, замечу, не про змею и про посох тут ничего не сказано. это чуть, ну, когда Моисей говорит, слушай, когда я приду вот к тем мужикам, и они мне не поверят, он говорит, я тебе сейчас дам знамение, чтобы они что сделали? Поверили тебе. Так это знамение было для Моисея или для тех, кто не поверит? Ага. Для тех кого? Для тех, кто не поверил. А Моисею дали другое. Ну, как вам знамение? Оригинальное. Я бы сказал, да. Ты когда пойдешь, все сделаешь, потом закончится. Говорит, после того, как все закончится, ты будешь знать, что это я. Тебя туда послал. А до этого, собственно говоря, еще неизвестно. Мы сосредоточены на чудесах, но настоящее знамение безусловное предсказание будущего. пророчество. Говорит, когда все закончится, вы совершите служение мне на этой горе, и ты будешь знать, что это вообще все сделал я. Но когда ты будешь знать, что это был я, когда ты пойдешь, или когда все закончится? Хороший порядок, да, у него, да? Нам же хочется знать все до того, как? Да. Он говорит, не-не-не, ты положи это на полку, когда все совершится, тогда ты будешь знать, что это я. А до этого, извини меня, но ты будешь все равно сомневаться. Ну, мы же все мужи веры, правда? Поэтому мы сомневаемся, пока все не закончится. А когда закончится, мы действительно по-настоящему начинаем верить. Говорим, так мы же точно знали всегда, он же нам говорил этого. Понятно, что я говорю, нет? Итак, Ешо, когда приходит в синагогу, он берет пророка Исаия и говорит, ныне, ребята, ныне исполнилось Писание сие. Говорит, вот то, о чем вам рассказывали, то, чего вы ожидали, сегодня исполнилось. И это есть основание нашей веры, исполнившееся пророчество. И поскольку они исполнялись до того, всегда, то и после того, извините, они что сделать? Да, 1 Коринфянам 15 глава 3 и 4 стих. 1 Коринфянам 15 глава 3 и 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». это важнейшие вещи, которые нам служат фундаментом для нашей веры, что все, что произошло, оно произошло в точном соответствии с Писанием. Это есть основание. И в вашей жизни все произошло по Писанию. Вы знаете, что вера Авраама, она вменилась вам в праведность. Ну, как написано. Как написано. Вера Авраама Богу это вменилось ему что? И написано, впрочем, не только по отношению к нему одному написано, но по отношению и к нам. Если вы верите, то исполнится в вашей жизни Писание. Поверили и Бог вменил это вам в праведность. Ну, как написано, извините. Как написано. И это есть фундамент нашей веры. Заберите эту книгу и вам не на что будет опереться. Заберите эту книгу и вам не на что будет опереться. Это есть фундамент нашей веры. Слово Божье. И другого фундамента нет и не будет. Не откровение. Я очень люблю откровение. Кто-то из вас любит откровение? Не пророчество. не является фундаментом для веры. Слово Божье является фундаментом для веры. Не пророчество. Ну, личное пророчество. Кто-то пророчествовал. Я не имею в виду в данном случае по контексту книгу. Я имею в виду ваше пророчество личное. Некоторые люди движимы личными пророчествами. Вы таких людей не встречали? Личными откровениями, личными пророчествами. Они будут величайшими в мире евангелистами, апостолами. Им будут покоряться страны, где ступит их нога, та земля ихняя. Ну, много разного хорошего. Я смотрю на этих людей, я говорю, послушайте, сделайте просто, отложите эту штуку на полку, когда исполнится, вы будете знать, кто это сказал. И заодно могу вас предупредить, что когда не исполнится, вы тоже будете знать, кто вам это сказал. Слушайте, это он бодрствует над словом своим, чтобы оно что сделало? Вам бодрствовать не надо, расслабьтесь. Вам не надо бодрствовать над его словом, чтобы оно исполнилось. оно исполнится в свое время, если он это сказал. И когда оно исполнится, то вы будете знать, что сказал вам это он. А если нет? Итак, к послушанию вы призваны. И принцип на осе ванишма, который был хорошо известен евреям, он остается справедливым и для нас, верующих Нового Завета. Потому что, мои хорошие, когда вам говорят, вы должны что делать? Что ты должен делать, когда тебе говорят? она не знает. Но когда тебе папа с мамой говорят, что ты должна делать? Я не говорю, что ты делаешь, я говорю, что ты должна слушаться. Когда тебе что-то говорят, что ты должна делать? Слушаться. Вот это хорошо. А нужно слушаться. А если я не понимаю, что мне делать? Слушаться. А если я не согласен? Знаешь, я тебе скажу, Жванецкого любишь? Жванецкого? Я знаю. Кто такой Жванецкий? Хорошо. Это в прошлом веке, да, я понял. Это я этот юморист был ход-ход еврейский пароход. Там была шикарная фраза. Я выполню любой приказ мгновенно, только сначала докажите. Итак, когда мы приходим в Новый Завет, мы думаем, что старый принцип сначала сделаем, потом услышим, или сначала сделаем, потом поймем, он не действует. Сейчас же все по-новому. Я же должен сначала понять, а потом я сделаю. поэтому мы просим, чтобы нам все доходчиво сначала что? Объяснили. Ну, чтобы все причем объяснили по Писанию, чтобы все было понятно, чтобы все было правильно. Я встречаю таких людей, и мне не тяжело даже объяснить, но я точно знаю, что не всегда они будут делать то, что они поняли. То есть объяснить можно, а вот делать? И евреи сказали там в 24 главе книги Исход, когда они стояли у подножия горы Синай, говорят, мы лично сначала сделаем, а потом поймем. Мы хорошо знаем другую тему. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. А что до этого было написано? Не, не, про книгу ничего. Если вы пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истинность сделает вас свободными. Сначала вы будете делать, а потом вы с чем-то познакомитесь. Сначала вы что-то будете делать, а потом с чем-то вы познакомитесь. А точнее Иисус это истина. И он говорит дальше, если я освобожу, то вы истинно свободны будете. А если он не освободит, извините меня, то ни четыре ключа, ни пять ступеней, ни шесть дверей, ни пятнадцать принципов не сделают вас свободными. Понятно, да? Вам не нужно искать некого учителя, гуру, обладающего тайными знаниями, имеющими супер откровения, который вам скажет некую истину, которая откроет перед вами невероятные горизонты свободы. Это брехня. Причем эта брехня замешана на деньгах. Вам придется за эту истину заплатить. Ну, купить его книжку, пожертвовать ему на развитие служения, еще что-нибудь хорошее сделать. Почему? Слово посеять в него опять-таки, ну, чтобы эта истина начала работать. А что, если не посеять, это не работает? Не знаете, помазание так бесплатно не распространяется. Эта идея вообще первому пришла, знаете, идея Симонии, кому первому пришла в голову? Симония. Явление церковное, названное по имени того человека, не знаете, Симон Вов, который помысл помазание получить за деньги. Вот это оттуда все. Так вот, они хотели бы, чтобы помазание за деньги, ну, он говорит, деньги твои будут тебе в неприятности. Да, а этот парень говорит, а вот можете помолиться, чтобы все, что вы сказали, не случилось? Чтобы ничего сказанного вами не произошло, так можно помолиться? Ну, короче, он умный был, Симон, этот Вов, и люди поняли, что, ну, оказывается, каким-то образом неплохо было бы, чтобы за деньги распространялось помазание. Но, чтите, не работает. Даром получили, даром отдавать. Итак, история с Божьим Словом. Она работает очень просто. И Божье Слово работает в вашей жизни очень просто. Слово, оно производит в вас веру. вы не можете сами в себе произвести веру, мои хорошие. Вера это не то, что принадлежит, извините меня, вам. Вера, она происходит откуда? Отслышание. Ослышание Слова Божьего. Окей. Значит, то, что вы услышали, это ваше? Нет. То, что вы услышали, это не ваше. Это Слово Божье. Вы можете это принять, а можете соответственно не принимать. Но то, что вы принимаете, оно как бы становится частью вас, но оно при этом его. потому что это его Слово. Вы принимаете в своей жизни его Слово, вы растворяете в своей жизни его Слово, но он предупреждает вас, наблюдайте верили вы. Что это значит? Наблюдайте верили вы. Не написано наблюдайте если в вас вера. Написано наблюдайте, находитесь ли вы в вере. Ну все не как у людей, да? Уже понятно, что вера она же во мне, она же растет, она же большая. Правильно? Вы вообще качаете веру или как? От веры веры, от силы в силу. А он говорит, слушай, пришли к нему ученики и говорят, ну от веры в веру, говорит, умножь в нас, что? Говорит, я хотел бы вам сказать, что если бы вы имели такую мань, сказали бы горе, понимаете, что было бы, да? Другими словами, говорит, ребята, извините, умножать нечего. Ну нечего. Это кому он говорил? Ага, апостол. Что тут с ним как-то, он что, не понимает, они же мужи веры. И пришли, говорят, мы хотим, чтобы у нас ентово добра было. Проблемка, говорит, в том, что если бы оно у вас было, вам бы этого мало не показалось, двигали бы тут просто, все бы двигалось. Проблема заключается в том, что мы иногда путаем наши желания с нашей верой. Нас, ну, не всех, конечно, некоторых из нас учили верить, ну, правильно, исповедовать. Стоять надо. Ну, можно даже цитировать, чтобы он в курсе был, что он нам сказал. Чтобы он не забыл, чего тут сказано. Можно показывать. Говорит, вот прочитай, что тут написано. Это мне. Не, не грех. Но здесь не все лично вам написано просто. Да, потому что, представляете, если вам было бы написано спасешься через чьи дороги. Представляете, да? Если бы это к вам было. Да, это к другим. То есть, не все. То есть, не все надо напоминать, потому что, знаете. Итак, вера, она откуда? От нашего желания. Правильно? Отслышания. Вы сначала должны услышать, а потом, причем услышать что? Там написано, вы должны прочитать. А мы что делаем? И причем, когда мы читаем про себя, вы можете даже вслух читать, полезно. Когда мы читаем, и мы говорим, о, слушай, вот тут хорошо, это ко мне. А это вам. А это ко мне. то есть, мое, я этого что? Хочу. Значит, я в это что делаю? Да, извини, а он что, вам это сказал? Понятно, где подмена понятия? Не все, что вы хотите, является вашей верой. Да, пожалуйста, дайте юноше микрофон. как же выходят такие моменты, когда люди говорят, что я читал и услышал от Бога? А, что он сделал, извините меня? Читал. А потом что произошло? А вера откуда взялась? Ну, хорошо, а бывает же такое, что человек себя накрутил. Накрутил, бывает. И говорит, и говорит, мне Бог сказал. Отлично, и что? и бывает, что не сбывается. И когда не сбывается, то значит, что ему никто ничего не говорил. Есть отмазка, не ваше время знать, что ему нет. И что неплохо было бы знать, что его при этом спрашивали. И я вам точно скажу, что это не отмазка, потому что он сказал, что это не наше дело знать то, что они спрашивали. Они же задавали ему вопрос. Послушайте, не стоит иногда поступать таким образом, как поступают иудеи. Этот принцип был изобретен одним человеком, из-за которого пришли большие беды в наш народ. Это был рабе Акива. И он сказал, послушайте, это все слово Божье. Все? Ну, он имел ввиду, понятно. Говорит, значит, каждое его слово, оно имеет значение. Он же не просто так его сказал. Значит, каждое имеет значение. Ну, тогда все нормально. Выводим самый простой принцип. Есть написано, не следуй за большинством на зло. Убираем не и зло и получаем величайший принцип иудаизма. Следуй за большинством. Ну, там же написано, следуй за большинством. Ну, просто не нужно убрать и зло. Зло нам слово не надо в данном случае, и не нам в данном случае не надо. написано, написано, следуй за большинством. Точно так же мы говорим, не ваше дело знать времена и сроки. Но там же есть продолжение. Которое отец положил в своей власти. Понятно, о чем я говорю? То есть, он дает ответ конкретный на конкретный вопрос. Мы можем как отмазку использовать часть его ответа, не имеющая отношения к тому, о чем он говорил. И это будет написано. Но нам нужно корректно использовать слово. Поэтому нам написано, что закон добрый и хорош по отношению к тем, кто законно употребляет его. Потому что есть люди, которые незаконно употребляют закон. Понятно, да? Итак, вера, она происходит от слышания. Понятно, что вы можете читать Писание, и читая Писание, вы можете что-то услышать. И тогда произойдет вещь, которая называется рождение веры. Есть универсальное откровение, и то, что мы держим, это является универсальным откровением для всех. На все времена это универсальное откровение. Откровение о спасении, искуплении является откровением для всего человечества. Это не личное откровение. Это универсальное откровение, которое становится моим личным. Для всех, но и для меня лично. И я принимаю это откровение, потому что оно принадлежит мне, потому что я человек. Животным это откровение не принадлежит. Мы любим своих домашних животных. Я не читал, что они должны принимать спасение по Понятно, да? То есть это не для них. Это для меня. И это универсальное откровение работает в жизни всех людей. Абсолютно. Но есть конкретное откровение, которое Бог дает вам лично. и тогда вы должны его дайте микрофон. Как отличить желание от слова Божьего? Это очень просто. Это очень просто. Вы считаете, что это... Еще раз, смотрите. Мы же исходим из того, что вы хороший, добрый, верующий, Богобоязненный человек. И вот у вас есть что-то, что вы считаете Словом Божьим. Я правильно понял? Тем, что вы услышали от Него. Первое, что надо сделать? Не нервничать. Положить это все на полку. И если это слово от Него, то что оно сделает? Исполнится. И когда оно исполнится, вы будете точно знать, что это что? Ваш желание? Нет. Что делать со своими желаниями? Писание очень просто говорит. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте что? Перед Богом. И это нормально, послушайте, это очень нормально открывать свои желания перед Богом. Я хочу вас спросить, а надо открывать хорошие или плохие желания? Ну если я кого-то хочу к примеру ограбить, не надо говорить об этом Богу? Подождите секундочку, я не понял, вы же только что сказали, что все. Желания должны быть правильными. Так вот, я могу сказать, что Писание говорит, открывайте свои желания, в том числе, если вы кого-то хотите украсть, тоже говорите Богу об этом. не написано, что Он удовлетворит ваши желания. Там просто не написано. Написано, что тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Он просто в правильное место их направит. Он заберет ваше плохое и даст свое хорошее. Не написано, что если вы открываете свое желание, то Он просто ну куда же ему деваться, вы же его открыли, поэтому уже надо исполнять. Это не два парня из Ларца, которые исполняют желания. Не, Он не обещал вам, что Он будет исполнять ваше желание, но Он говорит, открывайте свои желания передо мной. Нормально, в молитве, в прошении, вы что это хотите? Хорошее хотите? Открывайте. Плохое хотите? Открывайте. Говорит, тогда мир Божий будет соблюдать ваше сердце и помышление в правильном месте, если вы будете открывать. Поэтому ваше желание это норма, это нормально. Человеку свойственно что делать? Желать. если я дам вам список, о, листик бумаги, дать, написать список желаний. Маленький? Нет. Да. Все нормально, желания не надо, не надо, потому что он же будет писать. Для его желаний будет много, не надо. У него желаний больше, чем на этот листик. И времени это займет много. Он просто может в молитве и прошении сначала записать, а потом прочитать. И не написано, что Бог будет удовлетворять все ваши желания. Написано, что он поменяет и приведет ваше сердце и помышление в правильное место. Поэтому вам не нужно размышлять это его слово или мое желание. Отложите это все в сторону и спите спокойно. А как это сделать на самом деле, если нет, ну вот скажем, есть же люди, ты в микрофон говоришь? Да, есть же люди, я знаю, которые говорят, что слышал от Бога, что я начну там играть на фортепиано, вообще дум-дум вообще не умеет. Что означает или там некоторые люди должны развивать, как развивать, если нужно положить на полочку. На самом деле, если мы понимаем, что есть вещи, я верю, что Бог может сверх естественно дать людям. Если вы слышали, что Бог вам сказал, что вы начнете играть на фортепиано, то лучше пойти к учителю, иначе учиться. Я не возражаю. Знаете, чтобы не было, как в том анекдоте, когда мужику сделали операцию, и он спрашивает врача, скажите, а я после этой операции смогу играть на скрипке? Врач говорит, да, можете. Говорит, странно, до операции не мог. Итак, понятно, если вы верите в том, что Бог вам сказал, что вы будете играть на фортепиано, то надо идти... Да, если вам Бог... Вы считаете, что есть грань, на самом деле, между тем, что люди слышат, и то, что нужно вложить на полочку, или то, что нужно самому идти и развивать? Еще раз, я вам отвечу, если вы считаете, что Бог готовит вас к чему-то, то неплохо к этому готовится. Не надо ждать, что сверхъестественным образом вы начнете играть на фортепиано, или знать, если Бог говорит через кого-то, или вы знаете, что вас пошлют в Китай, то лучше пойти учить китайский язык, ну, так лучше, если не пошлют, ну, хоть язык будете знать. Понятно, да? Но не нужно фанатеть и бросать все, чем вы занимаетесь ради великого исполнения пророчества спасения всех китайцев. То есть спокойно, без фанатизма, Бог покажет вам шаги, которые вы должны сделать. И я не против вот таких пророчеств, я не возражаю, просто я возражаю против того, что человек бросает нормальный образ жизни, бросает нормальное служение, бросает нормальную работу и начинает заниматься ожиданием исполнения великого пророчества. Я против этого. Бог может говорить нам, и Бог может говорить серьезные, крупные, большие вещи, но послушайте, они всегда начинаются через послушание, личное послушание в конкретной поместной общине конкретным служителям. И все, что вам нужно прийти, рассудить это пророчество со служителями. они вам подскажут, что вам делать. Они вам подскажут, положить вам на полочку или начать делать конкретные шаги. Они поставлены на совершение святых, на дело служения. Они поставлены на это место, и они вам помогут. Вам не поможет заезжий учитель своим советом. Я не призван на это. Я призван на то, чтобы обратить ваше внимание на Слово Божье. Но я не призван вмешиваться в ваши жизни и давать вам советы. Здесь есть поставленные Богом служителя для этого. Понятно, да? И что вам делать? Вам нужно идти к этому служителю и говорить, послушай, я верю, что Бог мне сказал, помолись со мной, что он мне с этим делать? И вам дадут мудрый совет, который вы можете принять, а можете не принять. Ну тогда это ваша ответственность. Понятно, да? В любом случае это будет ваша ответственность. Ваша вера. И здесь нужна здравость. Потому что я знал людей, которые оставляли служение в ожидании великих пророчеств. И когда им говорили, послушайте, это не здравое пророчество, они говорили, не трогай, не разрушай мою веру. И потом проходили годы, и люди понимали, что они жили в обольщении. Понятно, да? Просто не становитесь на этот путь. Путь очень простой. Он сказал нам наперед, что когда это произойдет, мы знали, что это Он. Вот так это работает. Вот так это работает. И это просто, это просто. знаете, нам не нужно ожидать великих пророчеств. По-моему, Билл Уилсон сказал, что мне не надо отдельного пророчества для того, чтобы накормить ребенка, помочь нуждающимся. Не надо великого пророчества. Здесь все написано. Поэтому читайте эту книгу, там написано, как вам жить. Это книга для жизни, и это есть основание моей веры. Итак, возвращаясь к основанию моей веры. Она является частью божественного откровения. Другими словами, она его, а не моя. Понятно, о чем я говорю? вы не можете в себе родить веру. Она от него. Она рождается от его слова, значит, она от него. Вы не можете верить в то, что вы придумали. В принципе, можете, но вряд ли просто исполнится. Понятно, да? Потому что вы можете себе что-то придумать, а потом верить в ваше желание, исповедовать его, но это не его обещание. Потому что его слово, оно исполнится. А ваши слова, извините, не факт. Итак, есть вера, которая в нас от него, и она приносит плод в его царство при вашем послушании. Если вы не послушны этой простой вере, плода не будет. Вера бы сделал мир по. Поэтому единственный способ возрастания в вере это делание. Еще раз. если я вас попрошу встать, это гипотетический пример. Если я вас попрошу встать и поднять доллар за дверью, вы верите, что там лежит доллар за дверью? Не верите? Откройте, посмотрите. Не лежит. Хорошо. Итак, если бы я гипотетически попросил бы встать, пройтись и сказал бы вам, что там лежит доллар. вы не очень сильно мне уверены, сомневались бы, к примеру, встали и пошли и нашли бы там доллар. Мужик сказал, что правда. Я в следующий раз попросил бы вас пройтись на второй этаж и сказал бы, что там лежит пять долларов. вопрос не в этом. Ну, сомнений было бы меньше, чем в первый раз. да? Ну, пошли бы и что сделали? Нашли. Мужик сказал, что? Я бы сказал, слушай, а если ты спустишься на первый этаж, то там будет лежать десять долларов. Вам бы было как? Легче. Пошли, нашли и лежат десять. Я говорю, послушай, дойдешь до угла, там лежит двадцатка. Пошли бы? Пошли бы. Побежал бы. Нашли двадцатку, да? А потом бы я сказал, дойдете до оперного, там полтинник будет лежать. Каждый раз что делать? Легче. Но вот это делание, оно возрастает вера при этом? Если вы послушались и сделали. Если вы первый, второй, третий раз не послушались и не сделали, четвертый раз бы вы побежали бы куда-нибудь. Почему? Потому что вы не послушались. Ваша вера может расти только от послушания. Другого способа нету. Она не умеет по-другому расти, если вы не послушны. вера умеет сейчас будить? Не не умеет. Итак, вера умеет расти только от послушания. я. Не надо ждать великой веры, если вы не послушны. Это понятно? Все достаточно просто. Хотим ли мы иметь веру? Большую? Да. Насколько вы послушны? Понятно? Соизмерьте размер веры с вашим послушанием. послушанием Божьему Слову в первую очередь. Послушанию поставленным в поместной церкви служителям. И если вы послушны, то ваша вера будет что делать? Возрастать. А если не послушны, извините, ни о какой вере речи быть не может. Ваша вера, если она и была первоначально достаточной для спасения, это вера Авраама. Да? Поверил? Ничего делать не надо было. Но вам нужно дальше двигаться. Если вы не подвинулись дальше, то эта вера будет что делать? Умирать. Нельзя прожить всю жизнь одним откровением, каким бы великим это откровение не было. Послушайте, Иоанн крестительный, Он имел величайшее откровение. Он имел величайшее откровение. Бог призвал его явить миру Мессию и засвидетельствовать о том, что это Сын Божий, Мессия. И говорит, на ком увидишь голубя, сходящим с неба, тот есть крестящий Духом Святым. Извините, у него что, было плохо со зрением или он увидел? Увидел. Говорит, я сказал и не отрекся. Это Христос. Нормально? Он услышал голос с неба, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором было говоление. Ну, я считаю, что это high level. Ну, выше уровень, ну, выше уже некуда. Служение. И поэтому через некоторое время он посылает своих ребят спросить, ты ли нам ждать другого? Я просто хотел выяснить. Для себя лично, я не разобрался, хотелось бы просто для себя выяснить, ты, или еще одного ждать? Что с ним? Ну, Мария, да? Ну, кто, кто, а она-то должна была быть в курсе, что этот ребенок вообще не совсем обычным образом родился. Ну, если другие могли сомневаться, то она-то скупала. И поэтому она считала, что он сошел с ума. Ну, третий глава Евангелия от Марка. Когда написано, что они посчитали, что он вышел из себя и пошли взять его и стояли в ней, звали, говорит, не, не пойдусь. Ну, почитайте просто. Она знала что-то, но через некоторое время нельзя жить одним откровением всю жизнь. мы нуждаемся в постоянном обновлении нашего откровения. Это как манна, которая выпадала каждый день. Только в шаббат можете не обновлять откровения. Жить пятничным. Двойной порции пятничного. Понятно? А так мы нуждаемся в постоянном обновлении откровения. Иначе с нашей верой будет не совсем так, как хотелось бы хорошо. Ну, и она может возрастать только от послушания. Вопросы по теме Слово Божье есть? Ну, тогда поздравляю с праздником. Уже все шавот начался и завтра, я думаю, что мы с вами увидимся.